СДЕЛАНО В ВЕТКЕ 58-й, да, мы сегодня плавно подобрались именно к этому году, начали, напоминаю, с послевоенных времен, как жил Киров после Великой Отечественной, как вливался в обычное русло, уже не военное, ну хотя, конечно, надгалузки войны долгое время продолжали о себе знать. Итак, 58-й год, мы анонсировали уже в прошлой передаче какие-то отдельные моменты, связанные именно с этим годом, с этой датой, ну и, в частности, Кировский телецентр, мы уже упоминали, и сегодня о нем будем подробно говорить. Ну, подробно говорить тут надо пригласить отдельно на передачу Алексея Фоминых с ВГТРА, ну и меня на тобой, и мы вот уже выдадим... Алексей, да, режиссер нашей компании Ветка. Да, поэтому снемся ТВ, но тут много было событий, действительно, после военной разрухи, люди хотя и жили в полуподвалах, подвалах, в бараках, но 58-й год была эйфория, было движение, были громадные стройки, был прогресс, появился телецентр, появилось телевидение, ну и в этот же день, когда появилось телевидение, вот я настолько древний, вот что называется, в 58-м году родился, это другая эпоха, другая жизнь, другая страна. Ну, понемножку обо всем. Поехали в 58-й. Давайте, а с международной обстановки? Мысленно зажмурились. Ну, 58-й, конечно, он еще отличался тем, что вся страна была под впечатлением прошедшего год назад фестиваля молодежи и студентов. Вот тогда-то появились и фарцовщики, и, скажем так, меломаны, которые слушали импортные пластин. В общем, фестиваль дал возможность увидеть эту заграничную жизнь, услышать эту музыку. Я был неправ. В прошлых передачах говорят, что стиляги появились в 50-е и особенно расцвели после фестиваля. Не-не-не. Оказывается, первая статья критическая о стилягах была в советской газете в 1949 году. О, намного пораньше. А это уже были матерые стиляги 58-го. Это был самый расцвет. Они менялись. Менялись и стиляжной модой. Я не понимал, почему когда в фильмах или там всюду в преданиях менты ловили стиляг, распарывали и мус, и брюки, и резали чубы а-ля тарзан. А на фото первых стиляга стиляги были в огромных широченных штанах шириной 35 сантиметров. Оказывается, да, действительно, стиляги 40-х годов, они сильно отличались от стиляг начала 50-х, средины 50-х и конца 50-х. Но все это, в общем, словом, мы стиляги называем. Да, вот я просто выступал не так давно в Ботаническом саду, были в рамках лекции политехнического, то есть от ВЯДГУ, лекция была о стилягах. Вот я снулся и 58-го года, и всего. Стиляги уже, они вошли прочно в жизнь, уже их стабильно травили, но они уже из широких штанин, из попуга, из их-то самодельных одежд, они действительно перешли более, простите за тавтологию, стильному стилю, то есть уже переходили на импортный шмот, и все. И вот это чувствовалось, что смотришь на фотографии, люди стали к 58-му году одеваться не только стиляги, но и в целом народ выглядел бодро, весело, потому что все жили в ожиданиях, строился Терпский проспект, строилась масса городков от заводов, поселков там Сельмашево, ЦМЭ, прочие люди получали квартиры, выезжали, проспект развивался, улицы асфальтировались, рвались новые клубы, люди стали смотреть телевизоры, ходить семьями в те редкие квартиры, где были эти телевизоры, вот был прогресс, и поэтому все ждали-ждали, что вот оно так будет, вот она страна, она начала развиваться, все будет дальше. Никто ж не знал, что 60-му темпы строительства заводов, ввода жилья, все это замедлится, замедлится, замедлится. Причины, ну, разные причины были, но тем не менее. И на фоне эйфории, это уже на заднем плане проходили и мрачные довольно вещи, в том числе и в Ирове, это были и антицерковные гонения и прочее. Ну, по порядку, давайте по традиции начнем, что же фонт какой был, что же в мире было. Ну, конечно, можно порадоваться, сейчас вот порой читаешь новости и видишь там в Итая зарплаты, чуть ли не пенсии, уже превысили то, что в России, там в Самире вроде и три пыхаться не следует. А в 58-м году СССР очень недурно на фоне выглядел других стран. Например, в США был огромный СССР безработицы, депрессия очередная, в общем, все мрачное. В Итая начался Великий СССР вперед с целью ускоренного развития, вот этот Урсма Ацедуна. И вот стали с 58-го года выплавлять чугун на каждом подворье сельском и ловить и истреблять воробьев в Итая. В Китае, да. Ну, понимаете, да, то, что было у нас и то, что в Итая, вот, ну, в Америке безработица охватила 5 миллионов человек, вот, конечно. Появилось движение битников, то есть там-то появилось, а у нас стиляги сошли на нет где-то году 63-му, потом вот эти битни, которые появились в Калифорнии, распространились на Британию. Это переходное звено было между, переходная неформальная ультура между стилягами и хиппи. Хиппи. Да, битни, это свитер. А что значит это слово? Битник, бит. Биг-бит музык, культовые писатели. А, ну, поэтому музыка, соответствующая, как это обычно бывает, внешний вид. Потом был всплеск, московский бит все помнят, но это уже прочее. Вот, в Мороке и Тунисе была запрещена полигомия, ой, горе, ой, а женщинам было разрешено самим выбирать себе мужа. Ну, не знаю, по-моему, сейчас это обратно отменено. Ну, вот еще два интересных деятеля, они и Боб Тим, и Джон Ук на самолете из Сесно. Сесно, представляете, 172 этот. Ну, маленький. Сел на Красной площади на Сесне. Его звали, я уже забыл. Да, вот тоже сейчас вылетел из головы. Да, вот такой маленький самолете, не поверите, находились в полете в 58-м году. 64 дня дозаправляясь в воздухе. Два месяца. Больше двух месяцев. Вот у меня сразу вопросов сортир-то, а не пардон. Ну, видимо, предусмотрено, что это было. И тогда я друг к другу, они приземлились. Ну, еще год знаменателен тем, что в 58-м году был изобретен обруч хула-хуп. Кстати, великолепный фильм был про изобретение хула-хупа. Вот, я не помню сейчас название, но очень классно все было сделано. И сразу же появился по этому поводу советский, когда узнали про этот хула-хуп обруч, один мужик к другому говорит, слушай, я своей жене хула-хуп купил. Ну, и в самый раз пришлось. Еле натянули. Да. Или еле сняли потом. Ну, и, конечно, тут для всех почитателей Рон Ролла было печальное событие. Элвиса Пресли призвали в армию на два года. Ну, в 58-м году в США уже было в пользовании тысяча электронных компьютерах, а в Британии 160. В частном пользовании. Ну, у нас и слова-то не было. У компьютера была электронная вычислительная машина, которая занимала, наверное, половину пятиэтажного дома. Но, тем не менее, тем не менее. Ну, что у нас делалось? Конечно, страсти после воцарения, скажем так, Хрущева, они улеглись. Хрущев заматерел и укрепился. Отправил в отставку Булганина. Булганина был такой человек, который ни дня не служил в армии и был назначен министром обороны. Это мне, конечно, напоминает и отсыл к сегодняшнему дню. Но, тем не менее, вот Хрущев отправил его в отставку. И СССР в это время требовал вывести все войска союзников из Берлина, сделать его свободной зоной. Вот это не получилось. Ну, в 58-м году Пастернак написал свой роман «Доктор Живага». Вот это уже потом появилось там, что я не читал, но осуждаю. Ну, наверное, тоже уже в 58-м году. В этом же году был спущен на воду атомный ледокол Ленин. Ну, я думаю, радовались. В Ирове, читая газеты, ледокол в космос двух собак запустили белку и стрелку. Это, кстати, первые собаки, которые вернулись, которых сумели спасти. А все легендарные лайки и прочее, которые до того были... Они отправлялись без возможности приземлиться обратно. Ну, что же у нас навядка? В Кирове, да. Было кроме строя, кроме известных всех вещей. Вот запустили телецентр. В 57-м году было закончено строительство. Монтировали целый год оборудование. И 20 апреля 1958 года была показана пробная таблица. Если кто помнит, на телевизоре была заставка. Настроечная, так называемая. И ржочки вот там можно было выровнять. Разумеется, черно-белые в то время. Да, это 20 апреля, когда я родился. А 1 мая уже была настоящая двухчасовая передача. Вот, наверное, люди... Это чудо. Телевизор разработал. Впервые можно было... И там фильму еще какой-то показали. Насколько помню. Да, что-то было. Причем местные вещания. Ну, помню, в смысле, из исторических источников. Можно было откинуть, знаете, раньше, чтобы считалось, чтобы не выгорали, не портились их специальной тряпочкой занавесной. Вот это люди сдули пыль, отрыли занавес. И 1 мая 1958 года смотрели. А можно было подсчитать или подсчитано это? Сколько тогда телеприемников у жителей города было? Можно подсчитать. Они, кстати, поддержали регистрации. И, упив в 1958 году радиоприемник, либо телевизор, надо было тут же дуть на почту или в другие места, в пункты, и регистрировать, что вот у меня есть. Писать бумагу, что я приобрел. Что в случае войны... Да, серийный номер такой-то. А в 1961-м отменили и платить абонентскую плату. Вот у тебя есть телевизор, это вот за ремонт нагло взимали, вот за то, что ты упил, а с тебя еще за это деньги берут за то, что у тебя телевизор есть. А в 1961-м отменили, но тут же на треть стоимость телевизоров и радиоприемник выросла. Вот еще была эпохальная стройка завершена в 1958 году. Это стадион трудовой резервы, печально известный. В поздние времена, но тогда с большой помпой его отрывали, проводились соревнования. Какая команда-то была привязана к трудовой резерве? Юношес, футбольная команда, которая претендовала на первое место в чемпионате СССР. О, уровень какой был, да? Да, да. Ровно 60 лет назад. Причем строили ПТУшники и трудовые резервы, это профтехобразование, и вот этот стадион в Овраге, заброшенным методом народной строй и методом субботников, вот масса учащихся, ну, ФЗУ или ПТУ уже, там, ремесленное училище в это время еще назывались, вот они трудились, трудились и гордились, и команды были из тех же ребят, в общем, был хороший по тем временам стадион. Вот, ну, в Нововятске дом культуры России тоже был в 58-м году, он и сейчас функционирует исправно, там даже музей был или даже есть, музей орнитологии. Про филармонию, наверное, тоже скажем. Филармония в 58-м году, вот, инженериум был открыт, это бывший дом политпросвета, это здание ВЯДГУ, вот, где наш музей в 58-м году, тоже вот, кстати, надо этот юбилей обозначить, что построено, говорили, что немцы пленные строили, ну, может быть, может, в начале строй, и уж к 58-му немцев не было, хотя, вы знаете, последнего военно-пленного Второй мировой войны, я нашел, не проверить, где-то году в 98-м. В смысле, живого? Живого, живого, в Ировской области психушек отельничек. Да, ладно. Это знаменитый Томаш Андраш, который, вот, считался психобольным, но он, видимо, на фронтах там сошел с ума, и до... Сколько ему на тот момент было, когда вы с ним познакомились? Да, уже, да, до конца 90-х он содержался в психобольнице в отельничье, и потом после статьи тут перепечатали центральные газеты, и нашлись даже родственники, и его отправили в Венгрию. То есть уже такого достаточно, в солидном возрасте уже. Если я говорю, что в 58-м году уже не было военно-пленных, был Томаш Андраш, все это был. Ну, ладно, вот, ну, чуть-чуть, конечно, и дегтю, надо добавить, что Хрущев фигура неоднозначная, вот, и не знаю, уважаемую попало, но в 58-м году и страну, и Ировскую область нарыла новая волна хрущевской антирелигиозной кампании. Ну, в Ировской области это было направлено на резный ход, на великорезный ход. Позднее снесли Федоровскую церковь в 62-м, в 63-м году, по-моему. Вот, а в 58-м году великорезный церковь взорвали и разорили. Правящим архиереем вятской епархии было запрещено, вообще запрещено посещать это место. А священникам под угроз за увольнение запрещалось участвовать в крестном ходе. Ну, так или иначе, мы знаем, люди все равно собирались тайком. Стали этих бабок несчастных отлавливать, сажать там машины вытрезвителя, отвозить с полдороги обратно, устраивать там все учения по гражданской обороне. Это все продолжалось до середины 80-х, но вот в 58-м году. Ну, еще легенда, конечно, 58-го года. Это знаменитый, знаменитый, легендарнейший футболист Эдуард Стрельцов попал в лагерь в Ировской области на зону. Конечно... То есть осужден был? Осужден был. Осужден, осужден был. Да, там подставили и сделали ему статью уголовную. Вот. Ну, конечно, в народе это была легендарная фигура. Это вот Дымку-то сейчас кому сделали? Дзюба. Дзюба. Это вот Дзюба, может быть, даже не дотягивает до популярности. Как-то история с футболистом немножко от меня ускользнула, собственно. Стрельцова. Он отбыл полностью наказание у нас здесь? Практически полностью. Освободился? Ну, народ его очень любил. То, конечно, были в народе легенды, что встречали на зоне его оситриной. Не он, на самом же деле, было не так. Это в Чапецком районе на первом лагопункте отношение уголовников было доброжелательно-снисходительное, вот как описали тогда и со стороны администрации. Но осенью у него был инфликт с малолеткой, который был шестеркой одного пахана на зоне. И он, видимо, для того, чтобы самоутвердиться, начал унижать Стрельцова. Стрельцов заехал ему в морду. Тот нажаловался пахану. Пахан вроде бы моего человека задели. Решил отомстить. И, в общем, ночью стащили Стрельцова с Нар. И, значит, устроили темную, сильно избили, но не убили. А потом, конечно, он и там утвердился. И, в принципе, играл в футбол и на зоне. И участвовал в каких-то чемпионатах. Но вот в 1958 году Стрельцов был здесь. Осужденный, этапирован сюда. Так, хорошо, давайте дальше. Еще такая мрачная страница 1958 года. В Ировскую область, особенно в сельские районы, в 1958 году вернулась масса людей. В основном из Чечни. Потому что в 1958 году Хрущев амнистировал депортированных чеченцев. И они стали возвращаться в Грозный и в другие города. Но в основном в Грозный. А квартиры, зачастую там и рабочие места были заняты переселенцами из России. Поэтому возникали конфликты вооруженные, со стрельбой, с милицией, разборки. Ну вот, условия становились не очень комфортными для проживания русских. И в 1958 году значительная часть уехавших по вербов и там или по каким-то причинам. Вынужденно возвращались обратно на свои места в сельские территории. Говоря о фестивале. Фестивале молодежи. Фестивале молодежи и студентов. О том, что он прошел год назад и еще эйфория год сохранялась. Это даже было продолжение. Но дети-то пошли в фестиваль? По меньшей мере, один мой ровесник был временно 1958 года. Но интересно, я недавно тут читал книгу известного инорежиссера. Это Ира Ли Вериадзе, грузинский режиссер. Кто помнит фильмы про трех грузин, которые дорогу расселят с ними. И пловец у него фильм. Одному дали новый аппарат. И известный человек с большим юмором. Он описывал времена фестиваля. Когда там москвич или приезжая девушка и запали на негров. Это такое обхождение, такой темперамент. И молодой парень, студент, не помню или не студент, влюбился в одну девицу. Но ей не жить, не быть. Нужен был негр. Хотелось познакомиться. У него ничего не получалось. Но у него мать работала на стильной фабрике. И он ее убегал. Убегал доступ к краске. Она уперла с работы мешок красителя для, видимо, хэбэшной ткани. И вот каждый вечер он залезал в ванну, наполненную водой с этим красителем. Он дышал через воронку. Он лежал там час или два. Вылезал. Брат его придирчиво осматривал. Что если он черный, хорошо ли он прокрасился вместе с волосами. И вот он бежал на свидание с этой девушкой. Там стало у него все получаться. Разговаривала. Она восхищалась его эфиопским негрическим акцентом. Он восхищался Россией. В общем, была любовь там. Но на удивление почему-то все равно у нее родился негритенок. Боже мой. Как говорится в интернете. Зовите катас лампой. По меньшей мере, мне известно было, что по меньшей мере один и в Ирове был. Ну, что дело, житей. Ну, было, было. Что там подумаешь. У нас все воспитанные на фильме ЦИР, все толерантно этому относились. Что вроде уж. Но вот такой интересный факт. Вот писала Ольга Пивоварова, чьи видится событий. В 58-м году в Ирове провели фестиваль в честь Московского фестиваля молодежи и студентов. То есть там надо провести. А тут у нас вроде отголоски. Ну, был праздник на театральной площади. Массовые гуляния. Светили прожектора. По области разъезжали аликтивы от заводов. В общем, все пошли на театрал. А в вере у Вантана решили военно устроить фейервер. Вот, посторонних не пустили близко. И это было хорошо. Вот. Все вначале было здорово и расточно, но случился взрыв. Все в грохоте и дыму побежали в разные стороны. Некоторые стали бросаться в воду в фонтан. Люди не могли подняться некоторые с земли. Мы перепрыгнули заборчик. Платье на мне дымилось. Брат меня катал по земле. Вот, чтобы потушить это платье, мы убежали к театру. Подальше от взрыва появились пожарные скорые. Ну вот, многие получили ожоги. Кто особенно ближе стоял к фонтауну, зале помощь. Насчет жертв, в принципе, не было известно. Вообще эту историю не слышал. Слушай, печально, такой предпредвестник событий на трудовых резервах. Вот, ничему истории не учат. Но тоже наверняка, собственно, детонировали, да, эти заряды перетехнические. Вот, и так бы, конечно, интересно перенестись в 1958 год. Вот, именно в это время люди начали жить спокойно, без их-то опасений за будущее. Страна и Вятка уверенно шли вперед. Можно было развлечься. Появились культурные места, то есть можно было уже в знаменитые легендарные рестораны съездить и на цыплята табака на... На ЖД-вокзал? На второй Иров, да, на станцию. Или был прямо в Халтуринском парке, в Александровском саду, на склоне, на сваях был тоже такой летний ресторан, где можно было сидеть с видом на Вятку, где ходили колесные пароходы. Ну, вот, автобусное сообщение еще из-за бездорожья. Не очень было развито. Не очень, поэтому вот пароходство процветало, и поэтому легче было, там, даже не снимая последнюю рубашку, купить билет на пароход и отправиться. А благосостояние? Даже из Халтурина в Иров легче было и быстрее добраться пароходом, хотя он уходил, интересно, в ту пору из Халтурина, ну, в Орлов, который сейчас, он уходил одет под вечер, в ночь, и на рассвете он был в Вятке. А уровень жизни, как принято сейчас говорить, уровень зарплат, цены, 58-й год. Уже стабилизировался, то есть, когда массово строились предприятия, жилье, то уже, конечно, и... Уровень упадет через 2-3 года, когда пройдет денежная реформа, это все равно было какое-то изъятие средств. Ну, и тем не менее, судя по фотографиям, люди стали добротнее одеваться, меньше стало тела, грея, меньше стало их-то, этих вот... Залушенных зимних шапок, там, а-ля солдат, их-то меньше стало, этих мешковатых штанов, там, на сапоги одетых, а уже в 58-м уже стиль жизни, он сформировался, хотя, ну, чего, городок маленький, и уезжали, и все продолжалось. Вот интересно, я говорил ли про 50-е, но в 58-м листал газеты, там, даже если вы желали развестись, то надо было давать заявление, и, видимо, сообщали в газету, и местная пресса, областная газета была одна, она писала, что такого-то числа, во столько времени в таком-то Молотовском, там, или там, в таком-то районном суде состоятся слушания по делу о разводе граждан, и это ой-то-то, ой-то, с гражданином-то, им-то, им-то, который проживает по такому-то адресу. Ну, видимо, после войны все-таки был спад рождаемости, и таким образом государство, вот оно пыталось, не помню сейчас, как там было с абортами, но, тем не менее, вот пытались они удержать. Сейчас мы уйдем на небольшую рекламу, да, я поясню, почему прозвучало слово молотовский, это сейчас в областном центре 4 района, Первомайский, Ленинский, Октябрьский и Новоавятский, а тогда были молотовский, сталинский и еще один. Это потом уже третий появился, сталинский и молотовский, а потом был Октябрьский, Ленинский и Первомайский, и потом вычленили Октябрьский застрой. Да-да-да, да, все именно так. Итак, небольшая реклама Евгения Питонина, руководитель музея Вятского госуниверситета, продолжим очень скоро. Сделано в Вятке Продолжается программа, сделанная в Вятке, мой собеседник Евгений Питунин, руководитель музея Вятского госуниверситета, напоминаем, что сегодня мы перенеслись на 60 лет назад, в год 1958, жизнь в городе Кирове, вот разные аспекты освещаем, и сейчас немножко хотим про развлечения поговорить. О танцах будем? О танцевальной жизни? И о танцах, но о том, что вот народ, он жил и хорошо, и уверенно, и перестал бояться за завтрашний день, но начальство жило очень неуверенно, и в Ировском обкоме были внутренние дрязги, и из Москвы поступали противоречивые заняты Уруза, то непонятные реформы, то вот следующий год, он даже в этом году уже было указание о заготовках мяса, чтобы догнать и перегнать по мясу в Америку, но это уже трагедия следующего года, хотя... В смысле догнать? В Америке же кризис перепроизводства очередной, мы же о нем говорили? Нет, там безработица, но... Наверное, как с перепроизводством связано. Производство мяса, конечно, было а то, вот люди ходили, веселились, ну, понятно, что, конечно, были в ту пору и знаменитые музыкальные произведения, были вот джаз-бенды Лундстрема, который сыграл свой легендарный Атом Буги, вот и ставил на вечеринку. Ну, а что слушали? Вот висит у вас радиоточка или приходите вы на танцы? На танцах идейная выверенная музыка. Ну, как уже, конечно. Как интересно писал в своей книге «Озел носа», знаменитый сафонист Злов, вот о том времени, 58-й год, когда он ходил на танцы в школу, то ставили пластинку, и надо было танцевать вот расстояние, чтобы там мешаться кто-нибудь из дружиней или там активистов, что 3 сантиметра даме считалось доступным, а если ближе, то, ну, пионерам это не так относилось. Мы имеем в виду сейчас расстояние между мужчиной и женщиной. Да, медленные танцы, чтобы... А что, ходили с линейками и вымеряли? Танцевали вальсы там под Испанией всякие, там, форстрот и непривет танго вообще, ну, осуждалось, хотя не нелегально, а могли поставить там пару раз за вечер, но все равно это уже... Ну, вот интересно, вроде бы, а джаз считался в 58-м году музыкой Толстых, это западная муза, знаменитая уже фраза сегодня, он играет джаз, а завтра родину продаст, от сафона до ножа. Один шаг – это все 58-й год. И вот парадокс в том, что джаз – это музыка угнетенных негров, то есть трудящихся и, вроде бы, должны приветствовать в СССР, а вальс, к примеру, танцевали растленные фрейлины, там, с царями в дворцах. Наоборот, должны были осуждать, но вот парадокс в СССР был в том, что вальсы на школьных танцах и прочее, они бы приветствовались, а джаз всячески осуждался. Ну, вот, одну там джазовую композицию можно было поставить за танцевальный вечер, там, пластинку, но если он начинал танцевать стильно, то есть, там, в любом ресторане были дружины или там милиционеры. Ну, полиция нравов-то какая-то была, присутствовала, наблюдала. И он мог подойти, или администратор говорит, вы нарушаете рисунок танца, и вас могли вышвырнуть с танцплощад, и могли вытолкнуть из ресторана без всяких объяснений. А если это на школьные вечеринки, то сразу, конечно, пластинку снимали, и все, и до конца вечера ставили нуднейшую музыку, под которую люди, в общем-то, и скучали. Такая шпана зачастую без отцов с 58-го года скучала. Гуря там папиросы «Север», наверное, по тем временам, или еще. И, кстати, интересная была школьная форма, в ней что-то было, вот в 60-м уже она отошла, а это вот самый расцвет школьной формы, когда у ребят были серые гимнастер и фураж, и ремни. Полностью гимназическую форму, то есть имперс и стиль, вот эти гимназические дореволюционные платья и школьная форма. И сейчас какой-то деятель, не помню, кто очередной наш российский сумасшедший, он сказал, что надо в школьную форму ввести элементы формы времен Отечественной. Вот это трудно представить. Ну, конечно, да, обществом цвета легко управлять, но будут ли вводить... А как с правовой обстановкой, хулиганство, какие-то нетрезвые разборки в эти времена? Знаете, официально у нас вешали всех собак на стилях в ту пору, это были злые отпущения, то есть во всех там газетных статьях, журнальных, филетонах, их-то там в фильмах стиляги, они выставлялись аголиами, тунеядцами, ими-то дебилами, спесивами там, неумными. А на самом деле, вот у нас до 80-х годов каждый день по Ирову патрулировало несколько машин-вытрезвителя, да и в 58-м году, конечно, ну, люди стали жить побогаче, естественно, пьянство, оно, может быть, не приняло масштаба в 70-х годах, но тем не менее, ведь пьянство-то в основном, конечно, скажем так, не то сословие. Люди выходили из заводов после рабочей смены в 8 часов на голодный желудок, рассказывал писатель Мельчаков, там где-то у оврага, там на Орла Маркса, ближе к профилактике из кожи, там были пивнухи другом, где продавали, например, водочку под пирожки горячие с ливером с мясокомбината. После работы на голодный желудок, вот и не все, кстати, нормально это переносили, забирали-то ведь, то попроще, а стиляги, что стиляги, они через соломин свои, это и лепили, и то, и... Действительно, она стиляжница, она распутница, она безнравственная и все, хотя настоящая стиляга, она бы в любой ситуации, она могла поэтничать, но зачастую продинамить там своего партнера. А наоборот, попадали во все нехорошие ситуации, это вот именно правильные, там, и это из деревень эти лимитчицы забитые, вот даже, судя по фильму «Москва слезам не верит», тоже 58-й год, там, хотя там путаница во времени, но ведь то попался, телевизионщик его совратили, и то потом воспитывал ребенка без отца. А ведь обычная, конечно, правильная, и правильная девица, которая приехала, ну, то же самое, и вят, и, конечно, квартирный вопрос все это сдерживал. Так, у нас 4 минуты. Да, ну, вот таким образом, а по радио, вот что еще, можно такой фон, что вот сейчас вот, может быть, представляют, что вся вят в 58-м году свинговала под джастом трубы, не, ничего подобного. Вообще на танцы с телягом чревато было прийти. Куда танцы-то, куда на танцы-то, кстати, ходили именно? Ну, квартирные были, на танцы в Халтуру ходили. В Халтуринский парк. Вот рядом с нами, она у нас вот из студии ХМС, вы выходят вот на север, и за серым домом, вот где этот двух- или трехэтаж для... Ну, улица Карла Литрихта. Вот там был парк, вот там сейчас территория двора, но она частично застроенная, там тоже был парк, и тоже была танцплощадка. А по радио что звучали? Хотя уже пресли, сами понимаете, что уже и термин был, он ролла хиты 58-го года. И далее Иванова, песня об Одессе. Петр Щербов, а годы летят. Ниэлай Рычков от Одессы до Херсона. Ну, кто вот помнит? Глеб Романов, «Чёрное море моё», это я помню, «Самое синее в мире», Людмила Гручин, «Музыкальный магазин», Георг Отц, «Миновала моя весна», и Вячеслав Тихонов, «Людей на деревне не спрятаться». Вот интересно, элитный Тихонов, который всегда там снимался в роли их-то утончённых дворян-офицеров, а тут его на заре рьеры, он играл какого-то сельского тракториста, который там имел и это любовное отношение с деревенскими подругами, и под гармонь пел песню «От людей на деревне не спрятаться». Я бы из сегодняшних актёров показал бы пальцем десяток, а то по своему внешнему виду более соответствует этой роли. — Нам пора заканчивать, Евгений Альбертович, уже финальный аккорд. Тем более, вот уже эпоха причесок под Тарзан, эпоха послевоенной эйфории, она градус её начала снижаться. Большой удар был нанесён в следующем году по сельскому хозяйству заготовками мяса, когда и деревня опустилась. Люди узнали слово «дефицит продуктов», но это уже всё начнётся. — Это может дальше. — С 1958 года мы поедем. Очень хорошее было время. Я ничуть не жалею, что появился он в этом году. — Ещё раз напомню, год рождения Евгения Альбертовича, 1958. От первого лица, что называется, можем возможность слышать. Спасибо большое. Завершается на этом программа «Сделанная в Вятке». Продолжение передачи через две недели в это же время, в 13.06, в пятницу. До свидания. Сделано в Вятке.